В связи с данной ситуацией с пандемией коронавируса, когда мы стали ограничены, в данном случае Москва закрыта, многие страны закрыты, мы не можем передвигаться, пациентам очень сложно приехать в Москву, ко мне приезжают с разных стран, с разных городов. Последнее время я начал диагностику делать на расстоянии. Очень часто стали люди обращаться по скайпу, то есть что по пульсу можно определить, определенное воспаление, проблему, вплоть до вирусных поражений и соответственно можно поставить точный диагноз. Точно то же самое можно сделать дистанционно, слушая его голос, его дыхание, через сердцебиение, чувствовать как раз его пульсацию и конечно волновые излучения. По дистанционной диагности можно определить большую часть заболеваний и неврологических, и эндокринных, и заболевания желудочно-тишечного тракта, вплоть до в каком зубе дырка, какой вырван, где был перелом и конечно заболевание, то что на сегодняшний день очень актуально, это вирусное заболевание. Последний коронавирус, который назвали COVID-19, дистанционно тоже можно определить, он совершенно по своей волновой характеристике отличается от обычных коронавирусов или от гриппа, у него совершенно другие излучения. Возникает вопрос, насколько можем мы чувствовать пульс на расстоянии, звучит это абсолютно абсурдно, но если взять историю русского рукопашного боя, именно казачий рукопашный бой, он был очень совершенный, там была такая секретная техника, это умение управлять своим дыханием, своим сердцебиением, затем входить в резонанс в дыхании и сердцебиении противника и управлять противником. То же самое может быть и в диагностике, то есть здесь не важно, мы в метре находимся друг от друга или мы находимся в 10 тысячах метрах, то есть вот эти взаимосвязи между живыми существами, они очень-очень сильны. То есть можно довольно точно определить все физическое проблемное состояние человека, его эмоциональный статус, его интеллектуальное состояние, можно точно определить состояние его иммунной системы, насколько он может противостоять вирусу, потому что мы знаем, что с хорошим иммунитетом никогда вирусы, они не проникнут в клетку и начнут быстро размножаться. То есть можно определить все, что я перечислил, поставить точно диагноз и провести консультацию абсолютно точно такую же, как и при обычном приеме.